он уже на коленях стоящий а вот где закончилась четко даже не заполирую видишь я улыбаюсь зараз наш батальон все безвалы ничего штурмовый ничего нету на эти кусок крыла хочешь подарю рынок сошел с ума нифига не но тут хорошую бачишь я слепила из того что было всем доброго ранку мы уже выехали в сторону державного кордону единочо зараз я автомобиля залишу билля не билля на базе бендер мобилев и оно сзади еды арена ульт трафик и сами на цьому транспортному засоби мы будем отдали пересуватися как обычно происходит процесс неделю мы зарабатываем денег киеве на хлеб насущность чтобы у нас было не умереть с голоду а еще следующую неделю мы едем в европу собираем автомобили для засуну но только вот беда заключается в том что за вот эту неделю пока мы находимся в украине нифига нового нету то есть сейчас задача у нас надо привести здоровенный бус или здоровенный грузовик для того чтобы перевозить серьезные снаряды и бюджет на это все есть только три тысячи евро вот нету больше денег и выезжать в европу понимая что нифига может не получиться ну так себе затейка хожу значит я по привычному полю хожу смотрю ищу машины где же машина разбудили мы софию в половине седьмого наконец-то достучались к ней домой она говорит слушай такая машина уже на другом поле стоят у нас теперь поле есть для взламков для машин которые вот идут сейчас в ремонт а есть еще одно поле которого я еще нифига не видел и вот на том поле стоят машины которые идут к выдаче красавчик да сделать пацанам счастье и тут еще в бурдали не надо доливать подожди в мотор что-то собрался ли да зачем там в принципе все дали то ты думаешь как я даю гарантию машин открой открой у меня как у дядьки свой коль что это блять гидра правильно 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 все нормально а масло правильно это масло везде забивается открывать теперь раскрывает пишешь радиатор открывать не радиатора точно не я налил вот эту вот хрень но это не реклама это вот да это именно не реклама мне не но с учетом того что это же я не не себе на канал пишу а так хорош туда вдаваю ведра чуть-чуть коль не там не надо столько ведра едва заливается до 10 процентов от общей массы это ответ это это ответ на вопрос как я умудряюсь давать гарантию на бушные машины я просто заливаю такой пузырек не скажу если я скажу это будет реклама я тебе показывал что это но я не покажу сюда ты же рассказал как ты это все барыжу с чего мешал там ну козелки старушки если youtube прочитать что это такое надо кстати лейбот удрать козелки старушки куда в лесу машину я еще не отдали не отдавал в девяностых мне бы сказали мы тебя везем на лес ну было бы одно а сейчас военные говорят едем на лес то звучит аж улыбаюсь что мы были под луганском а сейчас наш батальон еще обезвали ничный штурмовый что ничный а что ничный а что ничный потому что по ночам не спите под нём спиемо да а ночью шпырбе там как раз там очень много видео про то как там заточек выходил иначе там рассмолил наш батальон как он снимал видео он там был у нас это между прочим третий автомобиль який любязно вы доставили с допомогою всех небайдужих волонтеров на справді здаётся что машин багато доставлено и нибудь то потреба закрита на справді и в той же самый час досить великі втрати автомобилю и наш подроздал когда выходил из луганской области то в принципе майже весь автотранспорт втрачено тому кожна машина на вагу их постойно не старше и нам потребны еще автомобили как мабуть и другим подрозделям то мы всем великое дякуем кто долучался кто долучается и кто будет долучаться на все наступные разы на все наступные сборы слава украине героям слава дякую еще раз мы побегли прыгайте езжайте вы езжайте вы а мы за вами на такие штуки мы ездили в литве воно там вай такими да и там моторчик просто шепчу поїхали под крышу сергей векович хорошо с колеса порозлетаются у меня аж голова закружилась треба нам летіти була нам сегодня переходи че кордон че че треба встануть обраховывайте что зараз не працюе кратик кракевец взагалі ягоды не працює тобто нас через два пропускных пунктов не выпускают границы вообще отдельная тема если раньше границы стояли за того что все хотели бесплатно растаможку успеть и был там хаос коллапс то сейчас получается стоят фуры и три больших кордона для легковых автомобилей закрыли ягодын закрыли кракевец закрыли рава русская закрыли и теперь легковые автомобили ну легковые имеется ввиду до семи с половиной тонн туда просто не попадают и все вот эти вот автомобили растянули на маленькие границы пообщавшись с чуваками которые стоят на границе ну я много с людьми общаюсь и чуваки это имеется ввиду такие вот пронырливые которые знают дофига и владеют некой информации так вот они говорят слушай ну если поляки раньше на вот этих маленьких границах сидели и у них не было большой нагрузки то сейчас получается так что вся нагрузка с больших границ упала сюда и они просто сука сделали итальянскую забастовку но мы типа работаем но мы оформляем не машину одну не там не 5-7 минут а 40 минут не хотя потом нам что-то не понравилось мы эту машину отправили на рентген и поэтому очереди на маленьких кордонах возросли просто ну до безумия теперь получается на больших границах очереди здоровый от фур на маленьких границах стоят на устье луги например фуры пустые пропускают периодически там по радиостанции говорят запускайте к нам 68 машина ней транзита в европу пустые а обычные автомобили они стоят на имеется ввиду автовозы вот эти вот грузовички до 7 с половиной тонн это просто коллапс и время провождения на границе становится очень-очень огромным во всей этой прелестной ночи есть очень классная штука мы будем есть еду ладно то есть вот эта вот штука приготовленная в тандыре офигеть то ладно еще и с картошкой да дима просто божественный волшебник как говорится отдыхать хорошо а хорошо отдыхать еще лучше это к тому что мы проспали практически на полтора часа от намеченной цели вот этот прицеп вот этот выкупленный автомобиль остаются вот здесь это honda honda crv который поедет в харьков парням уже в харьковскую область мы сейчас полетели дальше это праворукая honda прикольный тазик 2 и 2 дизель а вот здесь надо сказать важную вставку и гордость для меня при помощи вот этого автомобиля именно вот этот автомобиль взял балаклею то есть пацаны на этом автомобиле заехали первые этот автомобиль уцелел да они пошли в наступление они там зацепили много вражеской техники по секрету скажу что они зашли еще на российскую территорию отжали немножко техники там и вернулись обратно ну этого вы не знаете этого не слышали как там нет но минус заключается в том что точно также много техники она просто утеряна при наступлении как я уже говорил при наступлении идут колоссальные потери и теряет много та сторона которая наступает сейчас в разных направлениях очень большие потери поэтому машины нужны и мы собираем денег дальше для того чтобы ехать выбирать искать находить привозить обслуживать красить и отдавать парням дальше автомобили те кто хочет помочь реквизиты внизу разом украина и уехали без меня красавчики подождите я уже бегу это пошли в середину сиденья один ряд сидений для того чтобы влезло два мотоцикла сиденья поживут пока у димы но потом они а потом я покажу как они встанут все мы полетели потому что у нас еще 1400 километров пути но мы сегодня 1400 не пройдем потому что будет много сельских дорог полетели кто такой роман роман это тоже волонтер он если кто не знает мы один авто он x авто это харьковская тема и он тоже волонтере тоже собирает денег на автомобили для того чтобы купить парням на харьковском направлении работает только с харьковским направлением и здесь есть у романа задача дело в том что он еще помогает клубу мотоциклистов которые у красавикам недалеко от киева не находятся и в феврале месяце в начале февраля туда выехала несколько украинских мотоциклов на соревнования и надо задача ему поехать забрать эти мотоциклы и привезти их обратно в украину говорит поможешь ли у кей помогу но если будут какие-то бусы то мы будем ездить смотреть выбирать он где слушай меня тоже есть там пару тысяч евро если попадется машина мы тоже ее берем и поэтому берем здоровый бус чтобы туда натолкать мотоциклов цепляем туда лафет для того чтобы забрать еще один автомобиль если он будет приобретен уберем лафет на всякий случай и естественно если найдем автобус до 3000 евро едем за автобусом вот такая вот хитрая затея но мотоциклы забрать надо поэтому вот здесь вот слово мотоциклы это ключевое а все остальное это грубо говоря мы присосались новый фильм недавно вышел а так это под фильм нарисовано а чё это за фильм подскажите то есть есть мнение того что вот этот вот автомобиль обрисован а аэрографин аэрографичен как правильно сказать от аэрографичен от аэрографити ли его вот да так вот от аэрографити ли его под какой-то фильм это музей но музей это не самое интересное самое интересное это вот это вот сооружение которого не видно за деревьями это какая-то такая башня на гриб похоже вообще это место где можно еще покушать наверное нужно показать вот вместо где мы остановились я то думал тут 13 дому а тут даже очень здесь были те кто любят русских германия ау 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 ер бах а следующая корилла покажет специально на русском языке написанная едем германию за мотоциклами мотоциклы находятся под границей со швейцарией и все это время я еду мониторию ну когда я еду за рулем мониторит роман когда он за рулем монитория новых автомобилей вот просто нету и параллельно выясняется что в швейцарии у романа живет мама нам до нее меньше 200 километров он ее не видел восемь месяцев естественно принимаем решение сначала заскочить к ней а потом на обратном пути забрать мотоцикл я понимаю что это плюс один день но также я понимаю что вот этот плюс один день возможно появится что-то новое поэтому меняем разворачиваем нашу баржу и едем в швейцарию валерау так называется город в швейцарии где я сейчас нахожусь и в очередной раз сколько раз был в швейцарии хочется вот это наверное единственная страна в которую хочется возвращаться и возвращаться постоянно на мая москаля на мая него я мы очень долго мучились и наконец-то мы практически доехали а вот куда мы доехали я сейчас покажу буквально уже через метров 321 литовская народная республика нас рада приветствовать правда тут уже темно как в подвале в каком-то будем мы по плану в 20 часов 15 минут в каунасе но это не точно потому что мы еще хотим заехать в мариамполе мы хотим заехать в мариамполе посмотреть одним косым глазом что же там есть возможно что то есть такое на рынках марика мариамполя простите то что не попало в объявление потому что по объявлениям как-то очень грустно скудно и паскудно нет ничего хух две машины нашли трал загрузили завтра с утра мы вот выезжаем в украину сейчас покажу что мы нашли машины мне очень нравится вот такие штуки мы нашли вот такие штуки завтра выезжают в украину продать почки всех компаний один авто да по одной почки компания один авто были проданы для то чтобы купить вот эти вот транспортные средства нашей армии вот очень сильно торговались но 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 приобрели шучу конечно на самом деле у нас только начало завязка сюжета на самом деле по моим риамполю нету новых объявлений но есть ряд рынков и действительно раньше было такое часто что есть машина вот на рынке она стоит а в объявлении нету естественно для того чтобы увеличить все наши шансы мы прошерстили все рынки которые есть в мариамполе на тот момент но поверьте нифига нового там нет там вообще полупустые рынки стоят и не там одни легковые нету там пикапов нету джипов нету бусов нету нифига едем дальше нашли наконец-то меня шифрованный opel vivaro вот он стоит вот этот вот opel vivaro его для нас держали на самом деле больше недели большое спасибо владимиру который не находясь в литве но тем не менее позаботился о том чтобы придержали для нас этот прекраснейший экземпляр который такой долгожданный на него несколько раз повышали цену там его продали потом вернули тяжелая история была у этого автомобиля мы наконец-то до него доехали вот он мы на него смотрим ну такой он такой честно говоря уже не очень хотя мне в принципе предупреждали что он по технике классный а так не очень ну короче сейчас будем смотреть еще одна машина которую нечего снимать а подожидая хоть не подойду а то мы с вами подходим разворачиваемся и свалим даже когда я камеру не успеваю включать вот это 3000 облытый серебрянкой автомобиль про ну чё же будет и серебрянка у него даже он снимать у него даже блин фара еще не треснула ну такой да с прошлогодней с прошлогодней пасхи серебрянка осталось дал уже ржаветь начал пипец отваливается у него и пучий случай так тут ну кроме того что он высокий в нем нет нифига ёпти блин там что умер кто-то давай под заглянем блин это пипец это блин ванилла хотят 3 до автоматов не но тут хорошего 2 чешния слепила из того что было я думаю антифриза не полную башню подожди еще ты такой счет и так блин а ведь и не поспоришь он даже ржавая все классная машина по технике блин стыдно на масло жире трошки больше чем мотор зато есть новая перчатка на русской это в бачу было блин там груша есть на грушу можно снять хорошему хороший но хорошим если вдруг кто не понял они кто не понял потому что это уже на самом деле следующий день из мариамполе мы уже переехали в каунас именно возле авторынка каунас состоял вот этот вот опель вивара мы его осмотрели оставили его с миром пусть он покоится никому он там больше не нужен и рядом остатки авторынка который там есть в каунасе естественно мы решили посмотреть все что есть на остатках этого авторынка я ну-ка судьями виду пары косые 3 500 траходром ё-моё траходрома знал внутри 500 но короткий глупо длинный можно было сидение повыкидывать 3 700 не так я вижу 3 700 сказать 3 и забираем да и все но хотелось бы сначала его запустить шикардос на эти греша он истёрся и отломался я вчера вагоны разрушался не полные карманы с ржавыми отвертками и вот эти даже штуки есть нашу крепить грузу ой протерто от педальки сколько у него блин 1400 наверно коврик просто херовый а так вообще-то нет где у нас пора у нас ты где у нас привет скажи пожалуйста citroen красный стоит бустой не твой за три отдашь украину для войны подходи будем общаться 15-20 минут пошли на беру пить за три отдам это ждать а мы его еще не смотрели вот эта штука стоит четыре с половиной вот это тот боксер вот этот из-за того что он с лопатой да не кричи знаю что дура а вот эта штука стоит семь с половиной с вот этим приводом но это заезжает куда угодно всем с половиной сказал ну короче 10 с половиной тому семь я понял но длинный кузов вот это вот интересно но что у нас по приводу не интересно вот это были на четыре с половиной можем утре предложить полхозный тюнинг под резину серебрянка уже отваливается тюнинг приклеили дабы не было видно ржавчика ну дай-дай-дай посмотри там угли там уже он вылазится вот вот здесь вот сумме из фотографии этого автомобиля с ржавыми арками да 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 я видел арка ржавенькая чуть-чуть окей пробегу пробег где пробег уже не первый раз вижу так если джип приезжает с новыми шинами всегда знаю что подвеска идеальна как шины голые пизда я только джипами занимался когда-то поработает пройдет он только нагревается и сразу проходит цепь натягивается на мы понимаем что это то что она пройдет это не решает проблему надо сразу менять так поэтому об этом в принципе и говорить смыслами дефект цена с половиной кто радует что я держал и арком пизда всем любом случае пизда сейчас нахуй разбирать мотор разбирать мотор это блять замена охлаждающей жидкости замена масла замена цепи замена всех роликов блять и помпы а это баксов 700 до так какие 700 сколько стоит цепь это нет блять это вляпаться еще касаемо и потеря времени на сарь то хрен что уже научились такой тонкой резиной красиво затирать ржавчину чтоб сильно не выступал и просто заклеить чтобы не было видно что красить это очень дорого и очень ненадолго резиночку приклеил на какую-то несколько месяцев хватит видно нифига не будет то есть первый дождь первый снег она потом повылазит но это уже будет потом когда уже никто не видеть не будет плюс цепь и рита блин мотор нагреется на будет хорошо но это будет потом но мы-то понимаем что есть проблема поэтому 27 для этого аппарата трохи до фига рама огонь хорошо по ценнику странно они конец или куплены ножи может быть продано да ну шо запускай момент первого раза и заведется еще военным не стыдно отгонять будет возить снаряд конечно без проблем если что хозяин приедет напишет купчу на вас потому что он должен от себя для посадки никто не заводил вот мы сами первые заведем для баста там все можно посмотреть кондиционер проверять все что надо то и делайте форсунки сверху залитые нет конечно плохо что здесь вода стоит их если что достать будет просто нереально сложно ну так в общем то в общем то очень даже и прессору я подкинул по полу листика слабовато если будут возить снаряд но это уже такое дело которое решается отдельно ок свежачок нигде не масло ничего хороший не купилок короче вот к этой машине есть действительно хороший неподдельный интерес не слышал здесь утекло но так вот фигачила не здорово по машине из недостатков у нее не работает кондиционер ну блин 3000 евро камон кондиционер в рот ему ноги зато по технике машина только что проехал вон у так еды гарно вообще нареканий нет ну то есть что коробка что двигатель отрабатывает все классно кузов тоже у нее очень неплохой норвежского пробега 209 тысяч пятьсот семьдесят пять километров есть на момент сейчас кстати надо выставить часы сейчас это все по выставляю не работает правая фара сейчас я посмотрю что у меня еще с поворотами ну фара то такое дело просто если мы начали торговаться мы так начал начали минус полторы на этой машине да вот она одна работает а вторая а вторая что-то тут с лампочкой это сейчас где-то встанем будем посмотреть где-то поменяем отличный тазик мне все нравится а ну и дверь нарисовано что не захлопнуто вот это наверное что-то где-то здесь с контактом сейчас будем посмотреть а ну и стеклышко на зеркале ну и в рот ему ноги этому стеклышку пока все очень достойно по крайней мере для машины за 3000 в максимальных размерах то есть длиннее этого буса в джамперах нету и выше тоже не может быть где-то какой-то кастом и есть но среди серийного это максимально сейчас мы едем смотреть kia sportage по моему какой-то там есть хороший интересный за недорого чуть ли не от одного хозяина но посмотрим насколько это все правда обещает машина типа очень вери очень по факту сейчас будем посмотрим как минимум не в любой наверно у ничего нету все у нас хорошо воды нет конечно нет там глазами вода так я тебе хочу сказать что там давно вода же этому что на ржавое все потекло он уже грелся несколько раз и вытекала масло как минимум есть что там что там что там что-то интересное порог подмятый ну и тут подвеска в принципе не ремонтируем и болт он просто тупо уничтоженный коррозии но 45 с этой стороны тоже самое ситуация смотри дырка сквозной и поду всем вот этим пластиком я думаю там тоже нет ничего есть автоматы есть полный привод но автомат но полный привод дверь красный а тут двери уже нету двери нет но это явно не две с половиной двигатель наде работает но делает шум работает хорошо но делает шум ага да 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 аж трусится все троит с форсунку с топливной сюда плохой он весь уже вон весь гнилой даже вот сюда построить рычаги вон начало рамы я думал это итальяне это итальяне стану итальянцы итальянцы же всем за перфектно до цвета ли с учетом того что нормальных машин то в принципе ни одной новой машины вот за два дня как мы здесь есть нету есть один накружили это слава богу мы сейчас пойдем мариамполе смотреть на авторынок там возможно что-то будет пока еще есть время поэтому пока есть время мы полетели авторынок к протос заехали еще сюда счастье попытать это куда и судя по всему он кастрированный да он передний привод передний привод нам не нужно вот сверху еще один тут очень хорошо снизу на него посмотреть это тоже кастрат уже передний привод там гольфы гольфы ничего интересного вот так вот относительно рынка капратос на мое мнение что когда-то что сейчас это такая здоровая помойка хотя на самом деле не буду кривить душой здесь был куплен довольно достаточное количество автомобилей это к тому что среди большой кучи она всегда можно найти что-то такое хорошее неплохое и вот проезжая мимо капратоса едем у страну вариамполе для того чтобы обсмотреть весь рынок сегодня заехали сразу сюда и посмотреть где тут чего как и куда пока что-то никак пока никуда все стоящее на коленях лежащие на боку за 2000 евро мы понимаем что мы получаем гнилой автомобиль лук просто пипец очень такой но эти кусок крыла хочешь подарю где но и я не нравились мне так вот ну заглянули ну какова он блин 90 хрен форс лишь какого года или поглотому 2000 даже год не написали его даже как-то кто-то готовить пытался куда-то во что-то даже вот он покрашен слегка зеленой полопавшийся краской уже реально с какого-то забора краска пригнаны из германии весь в мохе и мог везде живет везде везде живи но и аппарат эти скажу если крыло надо я думаю что снизу он такой самый малю привет сколько тюксон стоит 3 и 1 хорошо спасибо что те еще сказать про сахалин если они когда там не был рынок сошел с ума они просто упоролись в дуб я даже не знаю как это сказать вот еще их секстрел ну хорошо давай глянем что 5 то нахер он за 5 нужен 5 8 год даже больше звоним если тебе интересно можно брать говори кто больше блин ну 4 потолок но еще тоже крашеный под под кожу молодого дермантия песок даже даже не пытались вытягивать ну да вот я вижу и здесь это стоит крыло тоже зафигаченный аж стойка окей и неинтересно звоним за ваним вот отсюда стойка с песком нормально в чистом поле как раз очень здесь позволяют условия здесь вот так покрасить автомобиль поэтому моя ставка максимум 4 6 так какой 5 500 блин ты шо в дубу пороса двести соль так двести су подожди мне интересно двести сорок шестьдесят три набираем номерок и смотрим ой здесь тоже вас отристо стоять и я же тебе говорю с крыша крашу алё алё привет ниссан экстрел сколько стоит резервированный до завтра ну хорошо а цена 4 800 4 800 ладно пусть будет зарезервирован окей спасибо 4 800 ну блин ну не пять с половиной да и коры короче за богату да я вижу за толщиномером сбегать там зачем тут он писал видишь вижу песок вот песок вот песок вот песок вон сотри эти самые здесь еще для детей там еще крада вон за 3 блин сжатый просто вот там на той стороне маляручился красить выводить и можно почти идеально а вот где закончилась четко даже заполировал видишь я думаю что камера до передаст я думаю пистолет и все и закончил вот здесь вот ну такой жестко часы даже с поймаю так что было видно оттуда начинал просто учиться понял а там уже почти в идеале ну и я улыбаюсь ладно едем дальше у нас еще есть несколько злачных мест рынок который называется ну и как бы под мостом это тоже мариамполи тут намного больше интересных экземпляров чем на компратосе откровенно говорю здесь мы купили намного больше машин чем чем на том же самом капратосе мазда сколько мазда на спущенных колесах стой сейчас надо обойти чудесная мазда трибют 2 100 бензин бензин нафиг не нужен нд таракан 3 450 он уже на коленях стоящий смотрел весь такой на коленях там наверно воды было по поясу муха в мухоморах ну мухоморах ну на автомате короче кругом одни блогеры покупатели не все приходят ноют какие здоровые цены вот в том числе я блогер хожу мою большие цены большие подтверждаю это авторынок спорту 50 тут ну такое есть веселое есть не очень сейчас закрою двери с они не закрыты реально сейчас закрою двери и иду на рынок чуть вроде ничего дорама и задний привод есть потому что есть очень много дефектов по кузову типа облегшие листвы твой по идее должна быть нормальная цена лямбда зонт оторваны ну типа ничего страшного гофра рассекает парни чеки а на торт и сразу молодяк спасибо вот и все машин больше нет ни хороших ни плохих никаких все дорого то что есть и неоправданно дорого у меня было несколько раз такое в жизни когда я возвращался с европы без автомобиля вот сейчас такое же чувство мы вроде бы не купили машину но лафет едет пустой до греет успокаивает вишу то что у нас выкупленный автомобиль стоит литве чуть не сказал в польше он-то выкупленный а можно было бы еще приобрести вся проблема заключается в том что ну катастрофическая нехватка денег и приходится где-то что-то подкруживать где-то что-то выискивать и вот если нашли красавчики если нашли значит не повезло дальше когда мы едем в сторону дому обычно никогда ничего не происходит проходим границу все по распорядку но впереди польши у нас пустой лафет и напомню что этот бус мы купили нифига не по объявлению возможно мы что-то найдем в польше но забегая наперед я скажу что я не ожидал какие приключения нас ожидают и еще впереди потому что это еще далеко не конец этой истории но об этом уже наверно следующем выпуске друзья на сегодня все с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дороге не болейте не тупейте всем пока пока опа а где машина удачи 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 человек